Генеральный спонсор службы новостей «Город» – торговая сеть «Вестер». Компьютерный класс в твоей школе – просто! Совершай покупки в магазинах сети «Вестер», голосуй и получай супер-подарки для любимой школы. Узнай больше на вестер.ру Твой голос решает всё! Лужи глубиной полметра. В Калининграде из-за дождя они справляются ливнёвки. Вода из-под храны или кулера. Калининград попал в список городов с плохой экологией. Иван уже вовсе не дурак, а президент России. Калининградец написал продолжение известной сказки «Конёк-горбунок». 200 лет со дня рождения Михаила Лермонтова, жители города, подготовили литературный флешмоб. Животные, следящие за своим внешним видом и осеннее вдохновение. Калининградцы обсуждают новости в интернете. Об этих и других событиях среды 15 октября мы расскажем вам сегодня. Здравствуйте! В эфире Первого городского службы новостей «Город» в студии Вероника Сухачёва и главной теме. В Калининграде начался сезон дождей, а вместе с ним и затопленных улиц. Ливень, прошедший в городе, на днях полностью подтопил Московский проспект. Под водой оказались также все четыре полосы движения на проспекте Мира и на улице Черняховского. Огромные лужи тем временем горожанам пришлось в прямом смысле слова перепрыгивать по всему городу. И как прогнозируют синоптики, в ближайшую неделю осадки только усилятся. Справится ли город, а главное – ливневые канализации. С таким потоком воды узнавала наша съемочная группа. Таким вот образом на днях калининградским автомобилистам пришлось двигаться по одной из улиц Московского района. А вот так водителей затапливала на Дмитрия Донского. И этот список можно перечислять бесконечно. Новые подтопления калининградцы тут же фиксировали в социальных сетях. На 9 апреля у Виктории перекресток с Фрунзе. Дорогу не перейти. По всему Калининграду такая картина практически видимо при ремонте дорог. Старые ливневки тупо в асфальт закатывают, а новых не предусматривают. Проливной дождь создал проблемы не только пешеходам и автомобилистам. Сотрудникам госавтоинспекции пришлось работать в усиленном режиме. И вручную регулировать дорожное движение. По данным одного из интернет-сайтов, длина пробок в городе составила 32 километра. Дождливая погода уже начинается у нас. Соответственно, есть некоторые участки дороги затопленные. В этот момент, конечно же, все сбрасывают скорость. И это правильно, это нужно делать. Потому что надо понимать, что под водой может оказаться какая-нибудь глубокая яма, в которую можно влететь. В связи с этим затрудняется движение на главных перекрестках. Выходит на работу инспектора. На их работу тоже нужно обращать внимание. С перебоями весь день работали также трамваи с троллейбусами. И такие подтопления, по словам специалистов, характерны для этого времени года. Ситуация осложняется еще и опавшими листьями. Ливневки в Калининграде в основном открытого типа. Поэтому туда попадает вся грязь, которая скапливается на дорогах. Ситуация, можно сказать, повторяется из года в год. В целом, могу сказать, что в этом году было прочищено рекордное количество ливнеприемников. Практически все из них были прочищены. Но, тем не менее, когда мы имеем дело с массовыми дождями, сильными дождями, то существующая система ливневая, она, конечно, может периодами не справляться. Подобная проблема как раз-таки существует на Московском проспекте. Но уже завтра ее устранят. 15 сентября завершится восстановление старого коллектора, разрушенного еще в советское время. Так что подтоплений на этом участке дороги больше бояться не стоит. Плотную сейчас займутся и другими проблемными зонами. Улицей Киевской, Октябрьским районам и другими. Рабочим синоптики советуют поторопиться. По их прогнозам, эта осень будет щедра на осадки. До конца недели сохранится у нас неустойчивая погода, что связано с атлантическими циклонами. Один из них прошел мимо нас вчера. Налилось осадков у нас до 20 мм по городу. Сегодня ночью были сильные дожди. И вот в ночь на завтра, на четверг, тоже сохранится дождливая погода. Пройдут дожди местами сильные. А вот к выходным дождей ждать не стоит. Зато температура воздуха заметно снизится до 10 градусов днем и нуля вечером. А в ночь на воскресенье возможны даже заморозки. Еще одна головная боль специалистов по дренажу и ливневым канализациям – улица Дмитрия Донского. Еще вчера на этом участке дороги невозможно было не то, что пройти, но и даже проехать. Но и на эту проблемную зону обещают обратить внимание. А пока автомобилистам советуют внимательнее следить за дорогой и снижать скорость во время сильных ливней. Светлана Федорова, Матвей Мельников, служба новостей «Город». К другим темам. На проспекте Мира установлен новый столб. Теперь на печально известной парковке у зоопарка жителям города снова будет не страшно оставлять машину. ЧП на этом месте произошло в начале октября. Тогда старая световая опора не выдержала резкого удара и упала на «Лексус». До инцидента столб простоял более 40 лет. За это время у его основания образовалась коррозия. Именно она и сход троллейбусной штанги стали причинами падения. По словам работников, в Калининград-Гортранс новая опора обошлась почти в 300 тысяч рублей. А всего по городу замены требует каждый четвертый столб. Поэтому городские власти займутся ими поочередно. Так, в ближайших планах у мэрии масштабная реконструкция опор в районе улицы 9 апреля. Когда в домах включат отопление и где появится стадион к чемпионату мира по футболу? Эти и другие новости в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». За год Калининград опустился на 34 пункта в экологическом рейтинге городов страны и занял 75 место. При этом оказался одним из худших по качеству воды в лидерах Уфа, Саранск и Вологда. Отопительный сезон в Калининградской области начнется не раньше ноября. Это связано с температурой воздуха, которая до конца октября будет колебаться от 9 до 12 градусов. Власти заявляют, что коммунальное хозяйство уже готово поставлять тепло в квартиры, но для этого за окном должно быть не больше плюс 8. Стадион «Балтика» могут реконструировать. Это альтернативный вариант новой футбольной арены на острове. Окончательное место строительства местные власти определят на этой неделе. В Калининградской областной прокуратуре открылась выставка, посвященная истории этого ведомства. Огромный вклад в организацию мероприятия внесли ветераны службы. Для экспозиции они предоставили медали, исторические документы и даже фотоаппараты. В Калининграде уже два дня не работает МакАвто на советском. В головном офисе МакДональдса уверяют, мы не закрылись и нас не закрыли. Это всего лишь профилактические работы. К концу недели ресторан пообещали вернуть в привычный режим. Книга, которую прочитали королевы Британии, канцлер Германии, президент США. Калининградец Олег Ершов написал продолжение всем известной с детства сказки «Конек-Горбунок». За нее автор получил премию «Золотое перо Руси». К современной литературе познакомился, а также узнал мнение литераторов о произведении наш корреспондент Павел Ткачев. Компьютеры, планшеты, мерседесы и кредитки. Теперь эти вещи современности наполняют сказку, которую читает воспитатель в детском саду Алена Константиновна. Книжку читает она необычную «Возвращение конька-горбунка», написанная нашим земляком Олегом Ершовым. Про правнуком того самого Петра Ершова, написавшего оригинальное произведение. По словам калининградского автора, сказку он создавал как для взрослых, так и для детей. Не могу сказать, что это политическая сатира, немножечко можно сказать, что это чуть взгляд в будущее. Это увлекательное, очень увлекательное произведение, которое могут читать маленькие дети от 5-6 лет, которые начинают уже что-то понимать, а они сегодня понимают очень рано. Так, в новой истории герой Иван уже совсем не дурак. Сначала он становится президентом России, а потом у всех стран мира. А вот кому принадлежит авторство оригинальной сказки, литераторы до сих пор спорят. Одни утверждают, что автор Пушкин, другие Петр Ершов. Олег Ершов решил поставить точку в этом вопросе, написав продолжение знаменитого произведения. Первая книга, поэма «Конек-горбунок», написанная моим прапрапрадедом Пётром Павловичем Ершовым, она увлекла практически весь мир за собой. Сегодня «Конек-горбунок» как скакал, так и продолжает скакать по всему миру. Изначально поэт писал книгу для близких. Опубликовать произведение его убедил бывший глава Алтайского края Михаил Евдокимов. Произведение уже высоко оценил Владимир Путин, поблагодарив за вклад в развитие русской культуры. Однако не все литературные критики согласны с мнением президента. Что касается детей, то не очень хороший образ сравнения, предложения для детей. Во-первых, главный герой женат не один раз, это уже плохой пример. Литературоведам также не нравятся сомнительные намеки на вредные привычки, а также ярко выраженная алчность персонажей. По их мнению, за глубоким политическим смыслом скрывается обычное желание автора прославиться. Поэтов разных много стало, стихов хороших также мало. По мотивам оригинальной сказки было поставлено два балета, симфоническая сказка, снято кино и мультфильм. Однако, ожидает ли подобное переосмысление конька-горбунка, покажет время. Павел Ткачев, Илья Бракитов, Никита Бунаков. Служба новостей. Город. А вот со дня рождения известного русского поэта, прозаика и драматурга Михаила Лермонтова прошло 200 лет. К такому событию калининградцы подготовили литературный флешмоб. Люблю в тебе я прошлое страдание и молодость, и молодость, прошедшую свою. Читать стихи сегодня собрались десятки людей, всех возрастов. Ведь поэзия гения сильнее времени, а ее смысл понятен каждому. Первыми к микрофону вышли самые юные участники мероприятия, которые познакомились с произведениями Лермонтова совсем недавно. Дети с большим удовольствием готовились к сегодняшнему мероприятию. И флешмоб заключается в том, что наша библиотека подготовила открытки, в которых будет написано два стихотворения. Это «Смерть поэта» и «Бородино». И дети будут по очереди читать отрывки из замечательных произведений Михаила Юрьевича Лермонтова. Не вы сперва так злобно гнали, его свободный смелый дар, и для потехи раздували чуть затаившийся пожар. Известные с детства строки многие слушали, как в первый раз затаив дыхание. Своими эмоциями мог поделиться любой желающий. Ведь по мнению организаторов, спустя века стихи Лермонтова все так же любимы и актуальны. Я не уникнусь перед тобой, ни твой привет, ни твой упор, ни ласкану моей душой. Знай, мы чужились с этим упором. Сразу после рекламы вы увидите. Полмиллиона за братом житель области пытался дать взятку наркополицейскому. В Польшу с МПП Николай Цуканов предложил новую систему пропусков в соседнюю республику. Животные, следящие за своим внешним видом и осеннее вдохновение. Калининградцы обсуждают новости в интернете. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. В эфире служба новостей город и мы продолжаем. Расширение МПП. 15 октября в Польше во время конференции, посвященной двухлетию местного приграничного передвижения, губернатор области Николай Цуканов предложил расширить зону МПП на всю территорию соседнего государства. Такое заявление глава города сделал по просьбам самих калининградцев. По словам Николая Цуканова, такое решение принять в одиночку не получится. Но он уверен, что его поддержат как поляки, так и калининградцы. По его словам, число пересечений границы ежемесячно растет на 10-12%. Причем пересекают границу как россияне, так и граждане Польши. Губернатор области в своем твиттере сообщает. За 9 месяцев этого года по разрешениям МПП границу пересекли более 3,5 миллионов человек. Почти столько же за 2013 год. Напомним, проект МПП действует на территории Калининградской области и 150-километровой зоны Польши с 2012 года. По данным Генконсульства соседней республики, только в прошлом году было выдано 176 500 разрешений на въезд в государство. Такое безвизовое передвижение, по их мнению, улучшит экономическую ситуацию в приграничных районах. Калининградские взяточники и другие самые интересные криминальные новости города и области смотрите прямо сейчас в нашей постоянной рубрике «Место происшествия». Спонсор рубрики «Место происшествия» – охранное предприятие «Юрка». Безопасность – это реально. В полмиллиона рублей оценил помощь в освобождении брата житель Калининградской области. Ранее в доме задержанного наркополицейские обнаружили крупную партию марихуаны. В надежде на недобросовестность высокопоставленного офицера регионального управления наркоконтроля, родственник предложил ему за решение этого вопроса немалую сумму денег. Офицер наркоконтроля поставил происходившим в известность службу собственной безопасности управления наркоконтролем по Калининградской области. Поэтому в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники службы собственной безопасности ФСКН по Калининградской области задержали обвиняемого сразу же после передачи денег. В настоящее время материалы дела направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд. Взятка дателю грозит до 10 лет лишения свободы. Еще одно дело о взятке направлено в суд сегодня. В июне этого года наркополицейские совместно с сотрудниками УФСИН задержали 28-летнего инспектора СИЗО. Как было установлено в ходе следствия, обвиняемый пронес через контрольно-пропускной пункт учреждение мобильный телефон и марихуану. Все это взяточник пообещал передать одному из подсудимых за небольшое вознаграждение в 4000 рублей. Теперь за совершенные преступления мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Полиции по городу Калининграду разыскивается Ринке Ярослав Павлович, 20 лет, скрывающийся от следствия. Мужчину подозревают в кражах. Ранее он проживал в садовом обществе «Железнодорожник». Его приметы. Возраст на вид 20 лет, рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая. Особые приметы. Отсутствуют передние и верхние зубы. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Ярослава Ринке, просьба сообщить об этом по телефону, который вы видите на своих экранах. Екатерина Степанова, служба новостей «Город». Леденящая душу история. В Музее Мирового Океана впервые открылась выставка, посвященная покорителю Арктики, пароходу «Красин», который участвовал в военных событиях Второй мировой войны. Познакомить калининградцев с соседом крейсера «Авроры» приехали сами члены команды. На открытие выставки побывала наш корреспондент Кирилл Попов. Сам ледокол находится на вечной стоянке в Санкт-Петербурге. Но проникнуться историей уникального судна можно и здесь, в Музее Мирового Океана. Сделать несколько шагов вдоль стендов значит пройти сквозь целую эпоху. «Красин» для России – легенда. Ведь сроки его морской службы совпадают с рождением и закатом Советского Союза. Первая команда моряков вступила на борт в 1917 году, а в 1991 корабль стал музеем. В то время как ледокол пробивал толщи льда, экипаж преодолевал тяготы судьбы, творя историю. Ледокол «Красин» дал основание для двух важных вещей в истории нашей страны. С одной стороны, это признание страны международным уровнем, с другой стороны, это фактически начало масштабного освоения Арктики. Вот это две ключевые вещи, которые важны для нашей страны. Признание судна получило в 1928 году, когда спасло итальянскую экспедицию дирижабля, упавшего во льдах. Однако по-настоящему свой героизм команда проявила во время Великой Отечественной войны. «Красин» был оборудован артиллерийскими орудиями для сопровождения конвоя с продовольствием. Этот конвой был очень тяжелый. В течение практически целой недели, три дня как минимум, там были непрерывные бои, преимущественно с немецкой авиацией. Каждый день налеты, постоянные налеты. Четыре корабля судна было затоплено в этом конвое. «Красину» повезло, хотя за ним тоже охотились. Но, тем не менее, из-за того, что он был хорошо вооружен, даже сбил два самолета противника немецких и благополучно вернулся в Мурманск. После войны ледокол был превращен в исследовательское судно. Как оказалось, в нашем городе живет бывший капитан корабля Виктор Андреевич. Однако на выставку он не пришел из-за плохого самочувствия. Историю освоения Арктики из первых уст услышать не удалось, но экспонаты прекрасно передают всю грандиозность и заслуги прошлых лет. Профессионализмом и трудолюбием, мощью и величием пронизана вся экспозиция музея, которой рад принять гостей до середины декабря. Кирилл Попов, Станислав Куркин, Служба новостей «Город». Огнедышащий парень и кот, который делает зарядку. Все это калининградцы обсуждали сегодня в интернете. Что еще запостили, лайкнули и твитнули пользователи в своих аккаунтах, смотрите в нашей постоянной рубрике «Социальные сети». Дождь нам не помеха, считают работники, укладывая асфальт прямо во время ливня. Братья и сестры, как правило, часто спорят, но этим малышам явно не до конфликтов. Они тянут вместе этот груз под названием «Утро». Автор этого видео не хотела делать зарядку с утра, зато ее кот совсем не против размяться на ее постели. Заодно и хозяйка раскачается, чтобы его снять. Осень – пора вдохновений и красивых пейзажей, чем воспользовался один калининградский фотограф, который запечатлел всю красоту осени в городе. Сильный человек пройдет через огонь, воду и медные трубы. Этому жителю, судя по фото, осталось пройти только через два последних пункта. Если вы хотите, чтобы и ваши отчеты попали в наш эфир, давайте дружить в социальных сетях. Выкладывайте свои фото и видео с хэштегом «Первый городской канал». Адрес вы видите на своих экранах. Ну а теперь пришло время вам поделиться своими историями. Наш эфир продолжит рубрика «Хорошие новости». У меня у внука скоро 4 годика. Я сегодня пошла на пенсию. У меня мама беременная скоро. У меня ухожу из секретного работы, даже на дороге работы. Вообще не этого долго ждала, но меня все ждут. Мне очень рада. Скорая пятница, хорошие новости. Я приехал из Украины. Я сегодня домой, я в Талинске. И продолжает наш эфир прогноз погоды. С ним вас познакомит наша ведущая, Яна Халилова. Нужны окна, чтобы жить без страха, чувствовать, что дети в безопасности, не слышать шума города. Собираться теплыми вечерами в кругу близких – все просто. Заказывайте окна «Друтекс» у официального представителя европейского завода в Калининграде. Компания «Оконный континент». Звони 77-99-88. Здравствуйте. По народному календарю завтра, 16 октября, Денис Позимний. Также считалось, что запах чеснока и лука отпугнет нечистую силу. По прогнозам интернет-СМИ, завтра днем в Калининграде будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Скорость северного ветра достигнет 2 метров в секунду. Термометр покажет 12 градусов. Ночью также пасмурно и дождь. И на улице похолодает до 8 градусов. Благодарю за внимание. И завершает наш выпуск «Курсы валют». Спонсор «Курсы валют» на Первом городском – компания «Финам». Не бойся дефолта. 1 ноября бесплатный семинар «Секреты денег». Лидирующий брокер страны «Финам» и московская биржа расскажут о возможностях фондового рынка. Запишись. 99-99-19. «Финам». Инвестируйте грамотно. 99-99-19. «Курсы валют» на 16 октября. «Доллар США» – 40,94 рубля. «Евро» – 51,78 рубля. «Литовский лид» – 14,99 рубля. «Польский сгод» – 12,31 рубля. Если вы стали свидетелем интересных событий или засняли их на фото или видеокамеру, то звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. Также напоминаю, что все выпуски дублируются на нашем официальном сайте – одингородской.ру. И это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Вероника Сухачева. Я с вами прощаюсь. Ну а как будут развиваться события дальше, покажет служба новостей «Город». Всего вам доброго и до встречи. Одежда для ведущих предоставлена магазином «Монтон». Генеральный спонсор службы новостей «Город» – торговая сеть «Вестер». Компьютерный класс в твоей школе – просто! Совершай покупки в магазинах сети «Вестер», голосуй и получай супер-подарки для любимой школы. Узнай больше на «Вестер.ру». Твой голос решает все!